Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. 11-я предвыборная кампания ЗУМ кандидатов в депутаты парламента Западной Армении. Вопросы армян Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Татул Карпеян. Строго осуждаем действия в Бердзорском коридоре и на границе Армении Всемирная организация здравоохранения. Азербайджанцы нарушили режим прекращения огня в Арцахе, применив огнестрельное оружие и гранатомет. 19 мая день поминовения жертв геноцида, совершенного против греков. Выставка новой коллекции Государственного музея изобразительных искусств Шуши в Степанакерте. 18 мая 2023 года состоялось 11-е заседание кандидатов в депутаты на предстоящих выборов Национального собрания Республики Западной Армении в декабре. Встреча прошла на площадке ЗУМ. Тема встречи – Арцахская война из Западной Армении. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян представил точку зрения Западной Армении, обусловленную нынешней ситуацией в Арцахе, отметив «Мы продолжаем борьбу в правовом поле, поскольку Арцах с территориальной правовой точки зрения находится под ответственностью Западной Армении». Когда мы употребляем термин «культурный геноцид», мы не можем не коснуться многочисленных случаев уничтожения и искажения армянской культуры и баракинскими властями в оккупированных районах Арцаха, как в течение 44-дневной войны, так и после 9 ноября, что свидетельствует о государственной политике бакинских властей по ликвидации следов армянского духовного наследия. Кроме того, происходит албанизация армянской культуры, то есть армянская принадлежность церквей и памятников отвергается и переписывается албанской. Для регистрации состояния изменений культурного наследия Арцаха в 2021 году была создана программа «Мониторинг культурного наследия Арцаха». 29 марта 2021 года был опубликован видеоматериал, на котором четко видно, что армянские церкви используются в военных целях, азербайджанские солдаты живут именно в церквях. В момент съемки солдаты принимают пищу в церкви, кровати и прочие подобные аксессуары. В культурном центре Арцаха именно во время боевых действий в Шуши церковь Сурб Аминапркич Казан Чицос понесла большой ущерб. 8 октября вооруженные силы Азербайджана дважды обстреляли церковь. Международная правозащитная организация «Гуман Ричвач» назвала это военным преступлением. После взятия Шуши церковь осквернили. Азербайджанские военные оставили надписи на стенах церкви. Через несколько месяцев после окончания войны стало известно, что азербайджанцы восстанавливают церковь, купол церкви был удален. Все это дает правительству Западной Армении неопровержимые доказательства. В отношении армянского культурного наследия осуществляется системный вандализм, требующий международного осуждения и предвращения преступлений в защиту культурного наследия коренного народа Арцаха. Татул Карпиан После окончания школы служил в Советской армии. Карпиан – один из любимых лидеров молодежного крыла Арцахского движения, организатор массовых шествий и митингов, сидящих за пакустовок, также один из передовиков, осуществляющих пропаганду среди студентов. В сентябре 1990 года Татул уехал в Арцах, где ситуация продолжала обостряться. 30 апреля 1990 года в день развязывания военной операции «Кольцо» Карпиан, взяв в плен 17 советских военнослужащих, одного азербайджанского сопровождающего и полковника Советской армии Машкова конфисковал условный план совместной военной операции «Кольцо». Погиб 30 апреля 1991 года во время переговоров в Гиташене. В тот же день во время переговоров в Гиташене погиб заместитель командира Артур Карапетян и грач Даниэлян Зарзант. После гибели воинов 14 советских военных заложников обменялись 27 армянскими жителями, взятыми в заложники омоновцами. Строго осуждаем действия, происходящие на дороге Бердзор и на границе республики Армения. Недопустимо таргетирование медицинских работников. Об этом заявили представители Всемирной организации здравоохранения в ходе встречи в Минздраве. На встрече с министром здравоохранения Анаит Аванесян делегация ВОЗ отметила, что готова использовать все дипломатические рычаги для осуждения подобных действий. В свою очередь Анаит Аванесян поблагодарила регионального директора ВОЗ Ханса Клюги за личное участие в решении проблемы. На встрече перед 76-й Всемирной ассамблеей здравоохранения были обсуждены вопросы, связанные с углублением сотрудничества между Арменией и ВОЗ. Правительство Западной Армении осуждает действия властей Баку, игнорирующие все международные гуманитарные нормы. Мы требуем, чтобы международные организации сошли эти действия не только неприемлемыми, но и ввели санкции против властей Баку, тем самым предотвратив дальнейшие и более обширные столкновения и человеческие жертвы. Всю ответственность за дальнейшие ответные шаги будут нести власти Баку. 19 мая власти Баку нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие и гранатометы. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Арцаха. Враженные силы Азербайджана открыли огонь в северном, восточном и центральном направлениях линии соприкосновения. В направлении села Берташен Мартунинского района азербайджанская сторона открыла огонь по мирным жителям. В направлении Кашенского месторождения Мартакерского района применили гранатомет РПК-17. С армянской стороны потерь нет. О нарушении режима прекращения огня проинформировано командование российского миротворческого контингента. По положению на 10.00 19 мая обстановка на линии соприкосновения относительно стабильная. Геноцид понтийских греков – последнее звено геноцидов против коренных народов и христиан, который начался с погромов Абдулхамита II против армян в 1894 году. В последующие годы продолжился Комитетом Союза и Прогресс, став причиной уничтожения 1,5 млн армян и около 300 тыс. осирийцев. Геноцид греков Малой Азии и Понте был заранее спланирован младо-турецкими властями, осуществлен параллельно с геноцидом, совершенным против армян. Во время геноцида против понтийских греков с 1916 по 1923 год погибло более 350 коренных понтийских греков. Десятки тысяч детей и женщин были исламизированы. В турецком государстве эти геноциды не упоминаются, более того, ненависть и атихристианская политика продолжают усугубляться и чаще всего используются политическими лидерами. Выставка новой коллекции Государственного музея изобразительных искусств Шуши открылась в галерее Степанакерта. Как передает корреспондент Арцах Пресс, на выставке, открывшейся по случаю Международного дня музея, было представлено 40 картин. Директор Государственного музея изобразительных искусств Шуши Люсиная Гаспарян в беседе с нами выразила уверенность, что выставка символизирует возрождение музея. Болезненная потеря Шуши вместо того, чтобы отчаиваться, подтолкнула нас к действию и новым шагам. Мы полны решимости решать проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Сложно было представить, как все начать заново, но мы объединились и взялись за дело. При поддержке инициативы основателя музея профессора Григория Габриэль-Лянца мы снова начали собирать картины. После войны нам удалось приобрести 110 картин. Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Лерников Анисян отметил «Обязанностью всех нас является сохранение и развитие нашей культуры, культурной идентичности в нынешней жестокой борьбе. Борьба за наше видение целостный Арцах идет не только в военно-политической и экономической, но и в культурно-просветительской сфере». Правительство Западной Армении напоминает, Шуши всегда был культурным центром Арцаха и всегда находился в центре внимания кочевых племен, лишенных собственной культуры. Кочевые племена, не имеющие собственной культуры, всегда присваивали и продолжают присваивать культуру коренных народов. Это не первый случай, но он будет последним. Сила коренного народа, который порождает право в своей культуре, создает национальную идеологию, которая и объединяет весь народ, начав путь вечности. И в завершении новостей послушаем песню Ашуга Саятнува в исполнении Григора Сафаряна. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok